О том, что в 48-м отдельном батальоне радиоэлектронной борьбы праздник, было ясно изначально. Атмосферу торжества подчеркнула выставка военной техники. Здесь собралось немало брещан и гостей города, которые пришли поздравить военнослужащих с юбилеем части и вместе с тем ознакомиться со спецификой деятельности представителей подразделения и военным укладом. Все это представлялось возможным. Военнослужащие батальона радиоэлектронной борьбы с удовольствием рассказывали о преимуществах той или иной единицы техники и вооружения, делились знаниями о средствах, необходимых при осуществлении боевых задач. Это прибор Пирания СТ-031, Д-208 универсальный поисковой прибор и приемник Скорпион. Предназначены все образцы вооружения на столе для обнаружения и локализации специальных технических средств. Бархан-2 предназначен для подавления мобильной связи. Улан – универсальный анализатор проводных коммуникаций. Так называемая мечта связиста. Предназначен для поиска в проводных линиях специальных технических средств. Специфика деятельности военнослужащих 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы направлена в первую очередь на то, чтобы лишить противника возможности управлять каким-либо другим подразделением посредством связи, радионавигации, либо лазерного наведения. Со всеми этими задачами успешно справлялись солдаты на протяжении 10 лет. Сегодня батальон насчитывает 235 военнослужащих, в их числе гражданский персонал. Два раза в год на службу прибывает порядка 30 солдат срочной службы, около 50 резервистов. В первую очередь я горжусь тем, что наш батальон, наконец-то работает, служит, выполняет задачи в составе Брестского гарнизона. Брестский гарнизон, он изначально стимулирует личный состав. Это тот гарнизон, который первый принял бой во время Второй мировой войны Великой Отечественной. Это тот личный состав, который приходит к нам образованный, который приходит к нам дисциплинированный. В первую очередь здесь большая заслуга городской администрации, наших учебных заведений Брестского района. Ну а в руководстве батальона осталось сделать маленькое, из хорошего призывника подготовить настоящего специалиста рыбовца. Служить здесь юноши стремятся, а попав в подразделение с интересом, постигают военную науку. Овладевая сложной техникой, учатся оперативно и слаженно выполнять поставленные боевые задачи. Пройдя такой серьезный курс подготовки в батальоне, солдату наверняка любые сложности окажутся по плечу в будущем. Это неоднократно отмечал командир 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы в своей поздравительной речи. В день юбилейной для подразделения были отмечены заслуги отличившихся на службе. Здесь служат люди, которые полностью отдают свое время, свои действия и свою силу для того, чтобы наша воинская часть процветала, чтобы наша Республика Беларусь выполняла свои задачи в плане обороноспособности страны на должном уровне. София Бережная, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.